Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и, как всегда, говорим о городском округе Люберцы, о его проблемах, о людях, которые здесь живут и работают, и о тех интересных проектах, которые воплощаются в жизнь. Благодаря таким людям, как наши сегодняшние гости Светлана Смирнова, режиссер культурно-досугового центра «Октябрьский». Здравствуйте, Светлана Викторовна! Здравствуйте! Скажите, ну и чем же живет ваш центр сегодня? Вообще! Такой объемный вопрос! Наш центр живет многим. Я начинал просто вот с таких центров. Прежде всего с культуры, конечно же. У нас очень много детей посещает наш центр. Много кружков, разных формирований. Ну и, конечно же, посещают люди пожилого возраста. Вот скажите, мы первую часть в основном посвятим теме активного долголетия. Почему? Потому что это сейчас как бы такая глобальная новость, которая интересует многих. И, кстати, наши телезрители, которые попадают, так сказать, под эту программу, мне кажется, все больше и больше узнают новое об этой программе. И, может быть, к вам придут и заинтересуются вашими предложениями. Вот до того, как во все услышания, да, на самом высоком уровне в стране была объявлена такая тема долголетия, к вам приходили люди зрелого, мудрого, золотого возраста? Конечно! А как же? У нас уже очень давно есть два формирования, формирования, вернее, три, просто я хоры объединила в одно. Два хора у нас, родные напевы, и еще у нас есть ансамбль «Дети войны». Так. Вот. Это люди старшего поколения, они пришли к нам уже очень давно в хор, поют. Родные напевы поют больше фольклор, хор «Дети войны» поют больше песни военных лет, военно-патриотические песни. Ну, сколько там человек, я имею в виду, в одном хоре, во втором, примерно? В родных напевах, почему? Примерно, я скажу точно, 17 человек, а «Дети войны» – 12 человек. Просто мы же понимаем, что хор – это так, человек 50 должно быть, может быть, увеличится. Ну, может быть, может быть, вы знаете, с каждым годом по два человека обязательно прибавляется. Понимаете, как бывает так, что в списке их там уже 35, но те, кто постоянно ходит, постоянно выступает, как мы их называем, концертная группа. Вот такая основа. Вот я вам назвала точную цифру. Хорошо, а третье формирование? Это группа здоровья. Это вообще наша гордость. Там тоже в списке, на самом деле, 40 человек, но постоянно ходит 25-30, так скажем. Что это такое группа здоровья? Группа здоровья – это действительно группа, которая занимается улучшением, так скажем, своего здоровья. Это и спорт, это и позитив, это гуляние на открытом воздухе. Вот я так скажу, что они у нас занимаются каждый день. Каждый день, и у них есть программа «Утро» – это у них скандинавская ходьба. К ним постоянно примыкают даже просто люди, которые гуляют по лесу. Я, например, сама была свидетелем, когда пошла с ними, я, естественно, пробую на себе все кружки. Все ли правильно работает? Ну, просто даже интересно. Думаю, чем же люди занимаются, чем они дышат. Вот мне даже дали палочки. Бабушке любезно они сказали, да ладно, мы уже и сами, и так можем, а ты иди давай с палками. Вот я с ними прошла, вы знаете, я, так скажем, задохнулась уже на первых двух километрах. Они ходят у нас до Латкаринского карьера и обратно, плюс там еще на полянке они делают зарядку, разминку. Ну, и сколько в среднем человек ходит? Ну, они ходят небольшой группой, потому что это просто неудобно. Да, они просто разбиваются, они иногда ходят пять, потом идет за ними семь, потом идет за ними еще по два, по три человека. Это, так скажем, по интересам. Ну, и потом личный подход еще тоже немаловажный, да? Да нет, просто это неудобно, ходить по дорожке, когда это будет 30 человек, там, вдруг об дружку спотыкаться. Но они, вы знаете, они так к этому серьезно относятся, позитивно, они списываются, у них группа в WhatsApp, они там переписываются, они фотографии друг к другу пересылают. То есть жизнь кипит? Да, жизнь кипит, понаблюдаешь, и они вот так делятся. А мы сегодня дошли, и вот там нашли такую гору красивую, все, в следующий раз пойдем туда, мы вам покажем, кто не дошел. Хорошо, а вот группа здоровья, а кто руководитель этой группы? Где вы находились? Лариса Прибыткова, да, она у нас заслуженный работник, так скажем, физкультуры, вот, ну, в данном случае, я думаю, уже и культуры тоже. То есть она как-то специальные программы вашим руководством тоже разработала, но потому что все-таки... Она была очень давно, потому что она очень давно работает в этой области, она меряет давление, у нее есть дневник, дневник учета здоровья каждого, кто ходит в эту группу. Потому что, понимаете, я почему этот вопрос адресую вам, потому что у нас же как принято, есть люди, которые ни на что не обращают внимания, живут сами по себе, есть люди, которые ходят и ходили давно, да, для того, чтобы, ну, следят за своим здоровьем, а есть люди, когда им дали команду, все, теперь мы занимаемся долголетием, и они с головой бросаются, а так делать нельзя, потому что организм, извините, тут в молодом и среднем возрасте начинаешь активно заниматься спортом, и тело тебя не слушается, а что уж говорить. Поэтому я имею в виду, что надо осторожнее. Нет, она очень осторожная, я говорю, у нее есть специальная тетрадка, там есть по каждому описание, с какого года рождения, сколько она пришла, у нее было давление, как она занимается, да, сколько у нее стало, допустим, спустя полгода. Они постоянно меряют пульс, вот спустя, допустим, позанимались 15 минут, она сразу останавливает, и так, меряем пульс, и вот, меряет пульс, она спрашивает, наблюдает. Хорошо, а все-таки вот те люди, которые приходят, как этот процесс происходит? У вас сегодня есть телевизионная площадка, то есть вы можете обратиться, если кто-то, например, ну, сомневается с одной стороны, а с другой стороны, наоборот, услышал вас, о, хочу ходить там, интересно, как прийти записаться, потом вызывайте люди же стеснительные. Нет, приходите, приходите, добро пожаловать к нам, двери нашего центра всегда открыты, вы можете прийти в любое время с 10 утра до 10 вечера записаться. Коврики у нас есть, мячики у нас есть, обручи у нас есть, то есть нужны просто вы, приходите и занимайтесь. Хорошо, давайте вот еще о чем поговорим. Сейчас программа только, ну, да, недавно, можно сказать, начала действовать, и наверняка, знаете, как прорабатываются какие-то новые варианты, подходы, форматы и так далее. Много слов можно по этому поводу говорить. Вот вы с кем-то советуетесь, что еще можно внедрить, потому что, ну, понятно, культурная часть, о которой мы больше во второй части поговорим, она существует, давно, она работанная, ну, тоже, да, достойно, может быть, каких-то там изменений, направлений и так далее. Что касается вот здорового образа жизни, да, вы рассказали. А еще какие-то форматы вы обдумываете, которые могут появиться, что-то новое? У нас мы стараемся постоянно выявлять вот из тех людей, которые к нам ходят, чем они еще занимаются, помимо, вот, допустим, они пришли петь, ну, наверняка, как говорят, творческий человек, творческий во всем. Значит, что-нибудь он еще может делать. Ну, вот так мы нашли, например, художницу очень хорошую, да. Мы так нашли прекрасную вышивальщицу. Я даже не знала, что так красиво и масштабно до сих пор могут люди вышивать. Как в древние времена, в хорошем смысле этого слова. Она нам принесла такую огромную коллекцию, мы просто увесили ее скатертьями и вот ее полотенцами, салфетками, картинами. На картины вышивает. У нее и гладью, и крестиком. Ну, то есть, вот человек действительно талантливый, и у нее дома лежит это все. Так она к вам пришла, и вы решили делать выставки. Хорошо. А если ей предложить, например, чтобы набрать группу, да, и люди будут вместе с ней вышивать. Уже предложили, да. Она вот с прошлого года периодически дает мастер-классы в школе. А сочетание, скажем, людей зрелого возраста и людей среднего молодого возраста, или там семейные какие-то варианты у вас есть? Да. Мы регулярно выступаем именно вот такой командой, где у нас обязательно присутствует и хор, допустим, или родные напевы, или дети войны. Обязательно наши юные артистки, которым там от семи до 14 лет. Бывают, наверное, родственники даже в разных семинарах. Да. И знаете, вот дети, они просто обожают ездить на концерты, именно когда едет какой-нибудь ансамбль хор, или дети войны, или родные напевы. Потому что это такая поддержка, они просто так обожают, просто когда поют маленькие, они сразу так аплодируют, что у них поднимается самооценка. Ну, по крайней мере, точно есть кто поаплодирует, если что-то пошло не так. Да, добрый зритель с добрыми глазами. Куда вы ездите? Вот я имею в виду, если мы берём сейчас всё-таки людей зрелого возраста, вас приглашают, или у вас какой-то существует гастрольный график, или вы предлагаете где-то свои выступления? Знаете, сначала мы искали площадки, мы предлагали, везде рассказывали, вы знаете, мы, вот у нас есть два хора, пожалуйста, пригласите нас, потому что нам надо где-то выступать. Но чтобы была такая самореализованная, что мы не просто поём для себя, но мы ещё поём для людей. Да, вот это важно. Это важно. Не внутри, так сказать, а внешне. А сейчас, вы знаете, у нас действительно, как вы сейчас сказали, гастрольный график. Ну, по Люберецкому округу, конечно, в основном, но вот все, и мы выступаем и в Люберецком ДК, и в парках, и Наташинский продает центральный парк, и ещё есть культурно-просветительный центр, ещё есть социальный. Ну, то есть, это, Даша, понимаете, чем, например, даже социально, если мы берём хорошая история, когда, например, это касается людей, ну, кого-то можно подтолкнуть к чему-то, опять же, к участию, потому что они видят, что вот примерно мой же возраст, да, я вот как бы как-то немножко себя забросил, да, вот люди что-то поют, что-то делают. Это такая, для повышения самооценки такая важная история. Ещё вот такой вот вопрос. На сегодняшний день понятно, что, опять же, программа только развивается, проходят какие-то совещания на эту тему, есть какие-то предложения, может быть, что-то сверху спускается, вот это делать так, а это делать так. Насколько, так сказать, руководящая составляющая в вашей работе сейчас присутствует сверху, с внешней стороны? Или вы сами придумываете, так сказать, отчитываетесь? Когда мы узнали вот об этом проекте вот сейчас, ну, мы были уже в нём, поэтому нам специально как-то не пришлось ничего готовить, ну, потому что мы действительно занимались давно. Знаете, у нас даже вот наши молодые коллективы, они тоже очень обожают всех наших и детей войны, и родных напевок. Они придумывают какие-нибудь программы для них, чтобы их именно пригласить на свои концерты. Вот сейчас у нас уже, наверное, полгода идёт такой проект «Мода». Мода для всех. У нас девчонки некоторые шьют, некоторые просто, допустим, рассказывают о том, как подобрать, как подобрать комплект. Стайл. Да, вот, некоторый стиль. Вот мы уже провели у нас совсем недавно, буквально несколько дней назад, прошёл показ моды. Мы, конечно, пригласили туда Сташу. Это, кстати, очень хорошее стиль. Они просто любят, они обожают, они прям вот ходят, они ждут, они говорят, когда следующий, не забудьте нас оповестить по всем нашим группам. Мы провели джинсовая коллекция для всех. Вот мы собирали всё, что у кого есть, и пытались вот показать, какие можно стили. Молодцы. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а затем продолжим. Напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Смирнова. До встречи. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас в гостях режиссёр культурно-досугового центра Октябрьский Светлана Викторовна Смирнова. Светлана Викторовна, такое тяжёлое для русского языка иногда словосочетание культурно-досугового центра. Люди начинают вспоминать, где ставится ударение на «о» или на «о», «досуг» или «досуг» над вечной проблемой. Тем не менее, чем сегодня вы как режиссёр, а режиссёр – это и руководитель, и человек, который знает, как было раньше, как надо делать сегодня, или, по крайней мере, пытается придумать какие-то новые подходы, и как будет развиваться дело в будущем. Чем сегодня живёт ваша организация помимо активного долголетия? Вот прямо какие у вас есть? Мы так частично поговорили. Расскажу о нашем театре мюзикла тогда. Тем более мюзикл – это такая сложная история для России. Ну, вы знаете, он у нас российский, я бы сказала. Вот у нас свой театр мюзикла, действительно. Но мы начали с мюзикла, так скажем, классического, который «Алиса в стране чудес». Мы его поставили, но это был такой материал, так скажем, взятый из интернета. Мы и сценарии взяли из интернета, и музыку всю взяли из интернета. Сделали адаптацию. Сделали адаптацию. Поставили, ну, как-то хорошо пошло. Нам понравилось. Следующий мюзикл мы написали сами. То есть это полностью эксклюзивный наш сценарий вокруг света. Называется «О профессоре Морозове, который изобрёл телепортатор», на котором они помогают спасти мир. И там идёт путешествие. Музыку полностью написали сами. А кто эти люди? Ну, просто не хочется говорить о себе, поэтому говорю во множественном лице. Но у меня ещё есть замечательная команда. У меня ещё есть два помощника. Вот Мария Лукина, Сергей Филин. Они мне в этом плане очень хорошо помогают. И в плане написания сценария, и в плане постановки, именно с точки зрения режиссуры. Ну, и мы, конечно, не такого уж высокого о себе мнения, мы приглашаем профессионалов. Мы приглашаем профессионалов на мастер-классы, тем самым показываем им свои куски, которые мы поставили, и просим очень сказать, что так, что не так, где-то подкорректировать, где-то подправить, ну, и пожелать что-то на будущее. И вот таким образом рождается наш спектакль. А кто участники этого спектакля? Я имею в виду актёрский состав. Участники спектакля – это, конечно, и дети, и взрослые, но это те, которые давным-давно у нас просто уже обучаются вокалу, кто уже поступил в институты, но по-прежнему продолжают с нами сотрудничать. Хорошо. И вот этот мюзикл, вот вы его сделали, там, мюзикл, другая программа и так далее, вы его показываете, да? Мы его показываем, конечно же. Да, мы пошли дальше. Я всё к гастрольному графику, чтобы слово у вас было, потому что когда появляется возможность выступать чаще, больше… Но мы стараемся, мы стараемся сейчас, вот мы заняты как раз поиском площадок, чтобы именно как-то, ну, возможно, даже выйти как-то на коммерческий уровень. Но пока ещё… Просто опыт подсказывает, что вот на таком уровне, когда всё фактически сделано сердцем, душой, своими руками, да, практически, да, ну, за редкими там советами, как говорится, других профессионалов, иногда этот спектакль вот один раз сделали и всё, потому что, ну, показали. Нет, мы до сих пор, у нас уже четыре спектакля. Так, то есть уже есть, которые работают. И все, они в работе. То есть мы можем любой спектакль вот в данном случае показать. Участвуете ли вы с этими спектаклями в каких-то фестивалях, конкурсах? Да. Где бывали? Мы бывали во многих уже конкурсах, именно театральных. Да. Занимали призовые места, однажды даже стали гран-при. Ох. Вот, да, мы как раз за «Вокруг света» вот в мюзикл взяли гран-при и нам дали специальный приз вот именно за самобытность, за оригинальность и за музыкальный материал. Я так понимаю, что это ещё вот этот коллектив, наверное, является таким базовым, как, собственно говоря, наверное, и весь центр для всевозможных праздников. Конечно. И Новый год, и 8 марта, и День Победы, да? То есть вы совместно готовите какие-то проекты. Ну, мы, так скажем, это уже мы выполняем сверху задачу. И заказки, правильно. У нас 20 мероприятий в месяц регулярно проходят. Это действительно так. Мы проводим и выставки, и концерты, и вот и показы всевозможные, и мастер-классы. А кто и какие ещё у вас есть направления? Хореография у нас есть. У нас есть рисование. Кстати, рисование мы нашли вот тем же способом, когда из коллектива вокального мы просто спросили, а кто ещё чем занимается? И одна женщина подняла руку и сказала, а я занимаюсь правополушарным рисованием. Мы такие, что это такое? Да, что это? Ну-ка, расскажите. Она провела мастер-класс. Мы все там, конечно, в восторге просто большой. Все начали вдруг рисовать. Действительно, мы нарисовали за один мастер-класс, он, правда, длился 4 часа, но мы нарисовали 3 картины. Все ушли довольные, с ощущением того, что каждый художник... А там как, надо левое полушарие отключить? А как его отключить? Ну, это вот надо... 4 часа? Это вот так трудно сказать. Заинтересованы прямо. Да, приходите, кстати. Приходите. И теперь она у нас ведёт вот этот кружок. Правополушарное рисование. Вы знаете, вот мы уже набираем, с каждым разом всё больше и больше присоединяется детей. Боюсь, уже сколько не поместимся. Хорошо. Как проводите вы рекламную кампанию свою? Сегодня, как говорится, без рекламы деться некуда, потому что, наверное, это интернет и какие-то, может быть, листовки. Как вы рассказываете о себе? Почему? Потому что дети вырастают. Кто-то остаётся в этом формате, как человек творческий. Ну, не может без этого. Кто-то... Ну, меняется стиль жизни, направление и так далее. Как вы о себе заявляете? Вот в каком-то качестве сегодня тоже такое заявление. Конечно, мы ведём Инстаграм, у нас есть группа нашего центра во всех соцсетях, которые только, мне кажется, существуют, и в Одноклассниках, и в Твиттере, и в ВК, и в Фейсбуке. И, конечно, периодически мы вывешиваем афиши на всех наших разрешённых досках объявлениях. Вот ещё такой вопрос. Если посмотреть старые советские, поздние советские, раннероссийские фильмы, ну, о 60-х годах прошлого века, ну, и 60-е, 70-е, может быть, военные, довоенные, там существует такое глубочное, что ли, описание красивых таких вечеров, которые проходят там во дворце культуры, в самых разных, больших городах, в маленьких и так далее. Вот как вы считаете, что-то в человеке изменилось или ему по-прежнему... Вот он сидит дома, скучает у телевизора, или без телевизора, или в интернете скучает, но он, может быть, даже не знает, что, в общем-то, если прийти к вам, то он может по-новому раскрыться. Изменилось в людях это желание быть с кем-то? Или не изменилось? Нет, вот это осталось неизменным. Человек по-прежнему тянется к обществу, и, ну, не секрет, что там среди пожилого поколения уже много одиноких, и, конечно, им... Кстати, среди молодого тоже. Ну, да, и такое тоже, да, бывает. Человек замкнут на себе просто. Да, и, конечно, они, когда узнают, о, можно к вам прийти, правда, а что у вас еще бывает, и начинают вот дальше узнавать и концерты, и что можно, да, с удовольствием. Вот сейчас, кстати, мы думаем о том, что организовать некий такой клуб любителей караоке, ну, потому что они всех могут регулярно ходить в кружок, потому что там расписание, а некоторые работающие люди еще по-прежнему, они вот могут иногда, вот, когда я могу, тогда могу. И мы вот хотим в выходные дни попробовать сделать... Название такое, завлекающее. Да, такой вот клуб караоке, просто люди будут собираться и друг друга слушать просто. И так как тоже, кстати, немаловажная часть, тексты не очень запоминаются уже, а петь-то хочется, а здесь очень хорошо, подсказка такая. Ну, только же надо понять, что не все умеют петь. Ну, не все умеют петь, но я думаю... Вы тоже вынуждены будут слушать это? Ну, мы попробуем. Попомочь? Да, попробуем помочь. Вообще, это дорогое удовольствие, вот если отбросить все, скажем так, ну, такие милые интеллигентные подходы. Дорогое удовольствие сегодня людям создавать вот такое хорошее культурное настроение, вот этот формат, он дорого стоит? Да, вы знаете, наверное, все равно вот хорошее настроение его не купишь. Если просто собраться и просто попеть... У костра. У людей уже... Разрешено месте. ...хорошее настроение, и я думаю, что это вам ни во что не выльется. Ну, а да, если мы хотим оборудовать, вот как мы уже сказали, клуб караоке, ну, конечно, да. Надо искать средства. Нужен бюджет, да, нужно выложить его. Да, и последний вопрос. Нана Викторовна, скажите, пожалуйста, вот это же очень сложная работа, столько людей, постоянные есть, но все равно есть люди приходят, уходят, это нервы, это стрессы, люди, которые по программе «Долголетие», которые только что присоединились, да, они тоже разные бывают, это довольно сложно, да, иногда бывает с людьми такого возраста общаться. Откуда нервы у вас на все это? Кем надо быть, чтобы все это вывести на своих плечах? Ну, наверное, я думаю, что это опыт, потому что я наблюдаю за нашими молодыми руководителями, и я иногда потом с ними беседую, я им рассказываю, что вы поймите, что мы, прежде всего, досуговое заведение, а это значит, мы должны быть приятны людям. Суберный праздник. Как бы вам не хотелось быть важнее, чем они, но все-таки в нашей ситуации они важнее. Ну, то есть, если мы возьмем обязательное образование, да, там оно обязательное. Там как ни крути... Любишь, не любишь, а надо. Да, надо. А здесь, понимаете, если мы будем как-то фыркать и себя неправильно вести, просто к нам не будут ходить люди, а, ну, это, скажем, наш хлеб. Да. Да. И просто очень хочется, чтобы... и не надо было сдерживать себя. Ну, для этого надо, наверное, полюбить. Вот, наверное, надо полюбить этих людей и принимать их такими, какие они есть. И все-таки расслабляться, все время помнить о том, что мы здесь собрались, чтобы мило провести время. Ну, и тогда получается, что у них хорошее настроение, у вас хорошее настроение, и все сложилось замечательно. Ну, что не все так это вот как-то криминально, если даже кто-то что-то не так делает. Ну, какая разница? Итак, напоминаем вам, что культурно-досуговый центр «Октябрьские работы», да, я так понимаю, с 10 утра до практически 10 вечера, да. Порой даже больше. Ну, да, если там репетиции идут и так далее. Если вы почувствовали в себе, сейчас я обращаюсь ко всем, к людям любого возраста, да, силы или желания попробовать себя на Ниве культурной, творческой, то приходите с Ланой Смирновой вместе с коллегами, я так понимаю, вам поможет. А можно еще одно упражнение? Мы сейчас в поисках музыкантов. Может быть, кто-то когда-то играл в ансамбле, а сейчас вот работает на другой работе, но ему так иногда хочется поиграть на гитаре, на ударной установке, на аккордеоне, на флете, не знаю, на чему угодно, на саксофоне. Приходите к нам. Мы сейчас в поисках музыкантов. У нас новая идея. Временских музыкантов. Это была Светлана Смирнова, режиссер культурно-досугого центра «Октябрьский». А это была программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова